Здравствуй, любимый зритель. Это продолжение ФФА-сериала в Сидмейерс Цивилизейшн 6 за Конго. Но если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, ведь всегда лучше смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Работает, слушай. Офигеть. Забирайте ученого. Так, ребятки. Твой ученый. Теперь ты паузу ставишь. Я паузу ставлю, она не ставится. Ты что, один ход у тебя остался? О, поставил. Один ход остался? Один ход до Манхэттена, ребята. Так, а что, сейф надо сделать, во-первых? И Андрей выйдет. Подожди, давай Андрей вернется, а потом сейф. Или автосейф просто загрузим. А, можем автосейф просто. А, автосейф, да, автосейф загрузим. Ну, давайте голосуем фантому в личку. В личку. Плюс, плюс, это за запрет использования ядерного оружия, минус против запрета. Идут атакуют уже. Любители попустить. Прям, вот в итоге, в итоге. А что ты хотел спросить? Ну, реально, пусть всем с караваном. Все, все против, что ты без демократии еще. Да. Короче, все могут кидать ядерки. Итог получился. Так, какие у нас тут великие люди остались. Космическая гонка 1500. Семьсот. Семьсот семьдесят. Семьсот два золота. Неплохо. Меня устраивает. Куда мы его из-за пошли вот так вот? Ну, ты сейчас загрузишь, а может всего будет цивилизация. СК гейминг, по-моему, или что-то такое. Что-то дело из нормальных при том компании. Но, я так понимаю, что там игроки. Типа цивили, не знаю. Это называется пиар. Не, только что пиар. Ну, какой пиар ты получишь в цивилизации. Командой по цивилизации. Понимаешь, ну, это не та игра. Явно. Ученого возить, пожалуйста. Да нет. Пиар не в команде, а пиар в том, что они сделали эту новость, сообщили об этом и пропиарили свою команду. Ну, может так. А так, да, я тоже не очень понял, зачем они это все делали. Это, араб, может мир? Ну, мы сейчас тебе объявили в кризис, я же не могу пока заключать мир по идее. А, ну, здорово. Ну, блин, ну-ка, все со мной в войне, офигительно. Там мы промоку хотели протестить с фантомом, понимаешь? Мы протестили. Результат положительный. Можно записать это в канал истории. С демократией и глобализацией это было 10 промки с одного права. Ну, это трындец, конечно, у меня все такие проблемы будут. Отличительное, что это кризис на 40 ходов? Мне еще некуда отправлять, кроме... У меня вот есть к тебе караваны на плюс 8. У меня к тебе на мужчине. А, лучше на карточку сделать 10 за демократию. У тебя, да. Там идется внутри. У меня к тебе есть на 8, есть на 7, кстати. У меня к тебе есть на 8, есть на 7, кстати. У меня к тебе есть на 7, что-то ты не дорастил свои города. Но сразу ты управляешь, у меня в столь не... С производством должно все упасть. Так, какие у меня три самых производственных города? Банза Конго. В этом такой чили, я не знаю, как ты не уснул. У меня даже не знаю, ты не уснул. Ребят, ребят, ученые, возьмите, кто брал вот это, на 20. Его кто-то, ему кого-то уже, его кому-то уже определили, потому что я не могу его взять. Да? Кротый. Тамерис. Стой. Ну, значит, я это помогу взять. Ха! Но он был не мой. Ну, прости, я в прошлом году не смог. Что я взял себе вот... Другого. Глинк. Ааа. Нет, это не тот, который ты думаешь. Это не тот, который он не взял. Не, ну он следующий, он прямо убал. 84, 87, 84. Ну, я думаю, сейчас на мире Египет или Индия начнет плотенько читать и забирать его. Ну, вот отсюда можно три штуки отправить. Это очень сильно повышает шансы на улет. Да все читают. Кто горит, что не читает, тот два раза дождь читает. Я ничего не знаю. Хе-хе-хе. Ни одного не прочел. Удачи в игре. Это когда это вообще у меня тут? ну давайте кто там еще мне все все еще гора еще и вильнюс перекупили нет ну все остальные города государства мне войну объявили здорово спасибо очень интересная игра насыщен у меня вильнюсе даже на по слову лишь поэтому он твой они что-то фантом сейчас подсуетиться ну как будет я мотиве это мало играешь это еще катаешь или просто я не могу каждый день играть в целом не знаю как у вас не на два раза в неделю люди каждый день играют когда было время я в пятую ссылка же каждый день но это те времена ушли два раза в неделю это теоретически если с доигровкой четыре дня семьи это это много и по интересу не наверно в целом подумаю с листа с пятница я думаю там и так уже ну посмотрим что тот факт что уже 4 утра сегодня мы не очень много поработаем ну тут грустно 111 подождите так вы это выше там замерились с индусом то есть подписали пакту на нападение и сейчас пигде соседей смысле я жалостного что индус мне обвинил меня я не могу с ним в союзе быть все у меня как бы нету ни караванов ничего я не понимаю почему игра второй раз меня типа вот кризисный союз против греков и выдвигает с какой стати зачем сделал вешать из паку у 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 тут у у у до у до у у до у до у до не ну ты могу сказать просто нет вот я говорю нет я же человек простой я просто спросила там как пойдет вот я тебе также отвечу как пойдет ребят помните что вещь банзы конга даже если бы с издуши и нервы на начал воевать и мы бросали ядерей даже себя выигрывал это я бы все равно не догнал его пать по счету скорее всего есть от него куда и четко ну тут еще равно что ты меня нет потом не забрал на городе 4 это примерно 4 ты можешь по идее забрать быстро так не задание 4 там и остальные дальше что меня кстати с культурой наверное получится культурой типа тут дамаск медина эдинбург и стены такие самые простые забрать две столицы они к и медина хорошие чудесами ну дамаске чудес нету надо уединить медине есть может даже еще одно скоро появится дошло ама не надо куда-то ну надо в город какой-то свой назначить возможно даже 3 в пинду наверное назначены тут куча производства уступаем мне покажут что мы взял конкурта Играет музыка. Это я с радостью. А реликии у меня нет никакой? Кстати, а где мне тут этот археолог? Я Окленд освобождал от француза, а он опять со мной воюет. Ну? Где справедливость? Нету. Играет музыка. Банзы, банны. Две. Еще. Ну ладно, давайте пока отсюда. Так, Париж. 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 Так, значит здесь мы проехали в Манхэттен. Пять ходов, ё-моё. Ну, нужны ли мне дальше исследовательские гранты здесь? Вот в чем вопрос. Сколько ходов? Ну, вообще, еще 21 ход вполне можно и победить улетом. Поэтому попробуем. Нет, не так. Это строение, потом спутники, потом компьютеры, робототехники, данные технологии, ядерный синтез. Нет, не фестиваль, а театральная площадь, а... А, тут нету больше ничего. Да, блин, ну... Ну что за управление тупорылое? Ну, я бы хотел поставить, когда прогрузится, он может даже сейчас лучше. Несчастливая игра какая-то. Переходовки поставили и я на переходовки зашел? Да. Вау. Так можно? Ну, как видишь, удалось. Жаль, у тебя бот не смог все-таки ядерные людей пропускать. Таких нет еще. Эх... Но скоро будут. Обещаешь? Конечно. Гарантирую. Я даже так скажу. Гарантирую. Я не могу. 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 Гарантирую. Я не могу. 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 Да. Продолжение следует... 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 приятно ну и тяжело тяжело shift entry на ядерке как ты такой вариант то что я там строить значит это другой месте не могу shift entry ну мне нужны банки нужны банки иначе у меня просто я построю ядерками все уйдет хотя может и не стоило крыло отложить это производство кстати прочее то можно все эти люди можно удалять самолеты можно удалять это все уже не понадобится только лишние деньги дуболома можно было не удалять ничего не дает меня слышно у меня такой вопрос я не могу понять какого хрена вообще кризис вам вылез против меня когда я на грека напал я во первых он со мной уже воевал мы после этого никаких не дружбы не союза не заключали во вторых я ему даже не не внезапную войну объявлял ему объявлял но с поводом войну почему кризис то вылез 1 был против 1 было это расплата за предательство нет первое было эскалация милитаризма против да потом потом грек да ну грек там не еще до этого объявлял войну он не объявлял войну и была расплата за предательство против него вот я брал против него она не до сих пор висит после этого мы с ним не дружбы не союза не заключали я даже с поводом объявляю войну и все равно вылезает расплата за предательство это не бред ли просто вообще подгорает то есть я я сейчас собственно проиграл игру я вот считаю что я ее проиграл из-за того что вот эта расплата за предательство вылезла на грека и эти все приняты то есть у меня все союзы пропали мне некуда караваны послать соответственно нету денег и производства нету пока сейчас что-то попытаюсь сделать но выглядит это все очень грустно я даже не знаю что можно вообще в принципе сделать я сменил так где еще интересно для чего бы это как для чего клепать я лирки устроить апокалипсис или рабочими ускорять постройку детали он хотя бы я единственно все кто ракета строение открыл на всей карте нет тут за 17 ходов уже без вариантов он не успеет даже космопорт построить смарт можно купить за 3600 это интересно рабочая страта это просто раз металл смысл типа даже без какой-то грешки рейна 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 да я понял там весь вопрос сводится к тех ну тут ему важно того ученого забрать и он его по идее заберет а а нет может и не заберет он душа его читают тоже такой вот эти все озарения ну да это очень сильно помогает по два хода будет попробовать может культуры победить ой культуры улетом ну по два так что я еще могу взять все прокачанным пинга ложе по одному есть там где-то 600 толки разогнать ты готов пощипать алексея может быть эти фантому помогать араб да вы достали все наверно подать блин блин и не смотри ты первый я второй он третий я твои города захватить не могу и удержать могу только сжечь он может захватить и взять себе то есть как бы тут на другой но с другой стороны шпай шарапша все ядер кривом тебя полетят потому что я не могу до грузина добраться вы тебе кажется что тебе лучше забрать грузина и получить все очки от него грузина очень много ядерок я не смогу его забрать у меня много ядерок прикинь блин карточки надо поставить я пока что там где там на золото вот вот это торговые пути 10 процентов науки еще творится я воюю на меня ядерка упала поздравляю и разведчиком хочет город забрать или что мышь получится не думаю но попробовали поворот да не он будет добегал а сейчас не добегает а он не добегает просто обидно хорошо потому что первый ответ ему бросать как как я могу в него просить откуда откуда ты видишь у меня долетали до него ядерки блин египтяне на фига ты мне подлодку убил но она там плавала ну тени хрен делать но серьезно но железобетонных меня также разведчика пытались убить ну ты ну ты хоть подумай хоть немножко вот поводная лодка для чего я сохранил повод меня было один город на побережье я в нем построил подводную лодку чтобы плыть на грузина сбрасывать ядерки приплывает радостный египтянин убивает мне подводную зачем зачем что это тебе дало ну подумать подумать ты среди логика ты видишь что соперник что-то делает ты размышляешь зачем он это делает ну в общем все фантом я думаю гг подожди подлечь тебя там я ее добил и я бил грец греции и билла там лоха пешная стояла ну греции белоке я за этим следил но приплыть добить подводную лодку это она бы так сдох может быть был апгрейд какой-то у меня возможно я просто недобро не надо то что ее бы добивало в любом случае грех просто апгрейд получил а теперь теперь это душа на воде да знаю на самом деле с опытом ядерных ракет начинаю задумывать правила от урана бросать имеет смысл ну от количества то есть повезло с ураном бросаешь не повезло беги мне кажется с ураном всегда более-менее заходит есть только ну там три у меня вот один например серьезно да больше не имею ну у меня и места то мало но у лёши два у меня один хотя у лёши два который не так блин надо было самолет сюда перебросить что по счету по счету я конечно выигрываю но это 170 очков такое себе что по счету города уничтожаешь отдать по лаяльность учете кто захватываешь вообще примите кризис против тамары ребят ребят принимайте кризис араб египет индус нету что вы подождите грек индус египет я грузился долго да какой был хороший город а зачем мне например принимать кризис чтобы города государства объявили войну фантому и он не получал бонусы от них араб араб ты до бокову доедешь хочешь забрать его доеду он твой ну это конкретный темплей причем ты ты играешь на победу фантомы еще к тому же ну потому что заканчивается союз он в тебя бросает ядерки все эти захватывает а ты сейчас с твоими руками захватывает меня мне уничтожает все очки не так подожди он же он же ядерки тратит а я нет а он не строит думаешь их да ну он их строит ну и я строю я очень сомневаюсь что у тебя столько же производства и столько же ядерок как у него кроме того ты еще от меня сейчас ядерки получишь с другой стороны за все за все что ты сделал я же я же не могу в грузе в грузе набросить ну тут видите тут с таким количеством современных танков еле-еле захватить кто сильнее прокатиться тут решил кризисный союз против меня когда я напал на грека который вообще не должно быть вообще в игре не должно было быть да у меня просто все мои союзы куда-то делись у меня нету ни денег ни производства я нападал на грека в полную уверенность и что никакого кризисного союза не будет потому что он он уже его нарушил у меня расплата за предательство против него какая у меня может быть расплата за предательство логично ты опять идти баги в ция я предал предателя который предал меня как что это что это вот это вообще кстати если ядерка взрывается и поражает ракетную шахту ракетная шахта все еще жива или нет? ломается 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 ее надо обеззаразить и починить короче два хода ну обеззаразить ее вообще не просто на что рабочего действия осталось когда он ступит на эту клетку если он просто там останется ночевать то он сдохнет то есть все еще сложнее считаем алексей да да что мы считаем или как считаем о чем где у нас а ты в этом плане лол он убился круто да мне тут мушкетер был и причем забавно скаут через ход смог а этот не смог логика она есть вообще так а где над военные инженеры вообще могут быть куплены тут в танках боишься ну это современные танки он сейчас меня заберет он выиграет в смысле ими продавливать я не знаю араб давай мир заключим и ты мне просто отдашь город и все да ну и какие у него тогда шансы победить он же сейчас отвалится через ход так у него захватывать надо я не понимаю что ты вмешиваешься вот в нашу битву с грузином почему ты ему помогаешь я не слышу это говоришь мне тут кидают ядерки ну а чучка по себе набрал немножко чтобы выровняться и все в твоих руках так я просто не понимаю почему всю игру все со мной воюют почему вот вы с грузином не повоевать тебе араб ну блин индус ко мне тут приплываю приходил воевать на меня инвиктус на меня нападал грек на меня два раза напал господи я с тобой союзником был полыгры да и в итоге вот что ты делаешь что один город забрал который он тебе подорвал да ты помогай человеку победить а че ты помогаешь если я город забираю а тем что тебя забираешь да да он же на втором месте а себе он не помогает победить нет вот на него это вообще никак не повлияет нет ну посмотри на очки ну че то же он получил 850 было пару подых назад тарковцев берите вот этот мне понравился ну вот сейчас лёша забирает учёного и гарантирует то что никто не улетает блин я вот не блин ну вот египет еще этот ну зачем ты мне подлодку убил ну зачем ну кто знал у меня не так много опыта в фуфа сериала у меня его вообще нет ну послушай ну в любом действии должна быть идея для чего ты это делаешь у тебя вот ты это делаешь для чего я убил подводную лодку просто чтобы ее убить так ну это же вражеский юнит который потенциально может потопить твой корабль а ты приплыл к моим водам ты находишься в моих территориальных водах это не подлодка которая у тебя там плавала ты специально плаваешь около моих границ для чего в чем идея ладно ты этот город захватил и сжёг ну это просто по приколу окей хотя я тоже это ну это вообще бессмысленно по хорошему ты если захватываешь себе если захватывать и сжигать то это ну непонятное действие но потом плавать вокруг юниты обстреливать убивать их для чего это делается чтобы ослабить меня как врага твоего у нас с тобой война только потому что ты в союзе с греком я объявил войну Греции а не тебе Алексей а ты сделки смотришь? ну а город где? я тебе могу его... а то есть ему можно так предлагать? да там будет написано вернуть бока я тебя кинул обратно а? разрешено да? ну блин это вообще механика игры конкретно вернуть город ты или и... я просто думал я просто думал я просто думал я просто думал интересно откуда он бросал так где у меня тут еще вот он сохранить город что-то еще произошло а француза больше нету а француза больше нету такая игра блин муторная вот екатерина вот екатерина медича побеждена да не нету я думал там плоское место там холл ну вот так нет в принципе сейчас же тихий почти все изучен там тромки бешеное количество вот 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 объясните почему я сижу всю игру и со мной все воюют а фантом сидел всю игру развивался в чем прикол у тебя пять соседей а у меня один а шотландец я не могу считать его соседом что что не поплыл все-таки в итоге не напал на фантома чем у тебя там ты ж грозился ракетными крейсерами я уже молчал о том что ты сейчас сможешь в него ядерки покидать надо будет покидаем ты собственно единственный так понимаю в этой игре кто может на него что-то ему что-то сделать раб с ним в союзе радостный сидит довольный ядерки то можно кинуть чтобы не уменьшить очков стал вполне можно спокойно изменили закинуть мы подождите если вы говорите про ядерки до ядерки бросать можно я согласен с этим но воевать с ними не было никакого смысла потому что я иду и мы просто ничего из этого не верим он меня воды очень узкие тысяча гор то есть фантом да он мог начать на самом деле даже пытаться меня забрать вместе шотландцам а потом шотландцы но это очень сложно шотландец слабый был то есть если место шотландца был какой-то любой другой человек так бы было меня бы распилили я это ожидал на самом деле подожди я еще не был египет а как мы с тобой замерились что-то я пропустил этот момент против меня приняли мерчат индус отчет ты не принял зачем без обон теряю бонусы от него нет не если мне надо ему будет что-нибудь напакостить я на паку обязательно игра ставим паузу время переходовки я вот наш пытаюсь фантом конечно ну так блин так этот Влад это из-за тебя все это не фантом это ты там сидишь ему ничего не делаешь он чувствует себя в полной безопасности радостно нет ну у меня тут есть один план нет смотри у меня ураться то у меня очень большой шанс с такими горами это ну то ядерок как бы вообще ничего не сделаешь так вот уже ядерки вот они ядерки уже вот но заключить союз до 144 года здорово у него ядерки у меня это тоже правда у меня нету еще если что ни одной ядерки ни одной они будут скоро но их еще ноль я ведь не прощен готовился когда индус там угрожал и предлагал арабу то есть логина догадает что если бы я заключил союз он бы уже меня забрал и вы бы уже проиграли ну я я честно говоря не согласен что вы тут про горы говорите я вижу офигительные три города багдад каир дамаск которым строится куча флота забирается руставе и поте как минимум это можно было давным-давно сделать потом проплывается по этому проплыву и пакеда хашури и тбилиси ну еще аж по земле нужно чтобы вас забрать и при том что у тебя вот эти города твои морские в которых ты строишь столько флота они намного круче чем у пантома блин знал бы я что сейчас вот так повернется игра я бы блин вообще бы на фрегатах бы еще бы к шотландцевой к грузиного приплыл бы и все бы игра была по сути на этом закончилась уже мне не было городов на фрегатах столица там одна клетка про с моря но этого достаточно смотри алексей с моря то а он может строить то что убивает морских юнитов в городах а во вторых он уже может ко мне прийти через горы другая тут есть другая более важная деталь что он находится между двумя к одному соседу ему тяжело пробраться и он сильнее а второй слаб же и к нему ну открытая дорога это шотландец нет выбросили там как это одновременно шотландии по моему он когда вот начал забирать шотландца то есть в момент мамлюков и он там забрал этот роксбург из кон то есть с этого момента уже шотландец особо не конкурент был там по развитию по прочему а в это время в каире багдаде строится куча этих тревем и выходит из тыж явно по морской ветке не шел это же были другие ну вообще нет вообще я довольно рано открыл каравеллы чтобы плавать по океану тут у нее такой у него залив такой офигительный как каир дамаск и багдад тут все это с подготовить подготовить и выплываешь вот эти два города падают хруставе и пути хорошая действительно города каир и багдад они могли очень много промки высохли делать еще в том что я не строил вообще я не шел по верхней ветке что вы понимали вообще смысл смысла нет понимаешь эти по верхней ветке ты доходишь до фрегатов фрегаты не следом не строишь строишь эти квадриремы потом исследуешь фрегата пыш фрегат и попер да в это же время я строим мамлюков чтобы забрать шотландцы так после мамлюков ты вышел в муляки и пошел во фрегаты дальше мамлики не пробивали я начал идти в танки очень быстро чтобы забрать шотландцы я начал покупать каву за веру чтобы у меня еще был значит можно было ты же расследовался ты мог на квадриремах даже это все забрать так и воевал дальше не особо напрягаясь потому что люди которые на меня нападали вместо того чтобы сначала развиться но это в первую литературу инвиктус который подговорил грека точнее грек его подговорил но грек от безысходности типа он на него будет нападать грек вот эту всю фигню заваренный сотовой грек извините француз инвиктус вместо того чтобы спокойно расселиться у него куча в этой территории такой же примерно как меня кстати опять грузия куда ты кинул а нам пинду нет даже куда ты сейчас кинул пинда она просто речка реки 3d что ли я так куда мне блин этого инженера теперь что мне вот с этими например еще с кораблями делать с подлодкой тут гавань я могу построить может гавань построить пить подлодку египет а ты видишь вообще подлодка откуда он нам пинду бросает ядерки не хочешь их убить не вижу там если чё снизу проплыв в одну клетку кишка и я его блокирую ниже вильнуса где-то там у меня бот походил кучу все изменил всего айска переставил дэм птица птица ну у меня ядерки честь проблем он птиц у меня как мне некуда бросать просто просто некуда агент просто некуда вам там с фантом все еще грева тебя нападая блин фантом фантом уже все все города государства перекупает я просто фиге думать зачем вот всю игру против одного человека почему фантому никто ничего не сделал ну ё-моё потому что несмотря на то что со всеми воюешь ты все равно первую по счету долгое время был лидером по науке остаешься есть вот такая вещь как вот эту вот меточку кинул вот поэтому на этом типа что мы меточками общаемся нет мы так никогда не делали ну и в смысле у него вот гряда гор вот это вот вот это вот как кавказские горы вот нет ну причем тут война там вот почему мне объявили войну чтобы со мной не торговать а фантом нет типа окей в союзе с ним все нормально один раз два раза потом 3 видимо скоро будет тяжелая игра куча сейвов куча ну еще конечно не проиграно никто ничего то не объявляет войну фант вот это это я просто поражает еще чувак сидит забрасывает я ракетные крейсера они тоже же эти ядерки могут скидывать да не уверен нет по моему только подлодки до подлодки и еще эти авианосцы если у них есть бомбардировки бомбардировщики могут скидывать понимаешь нормально мне еще какой-то шпион восстание делает в городах здорово клево а приклеи не сожгут и вот это номер будет так так с греком мир какой-то заключим опять на тебя лёшки видимо нет а на кого сейчас от тебя только на кого от первую в море в море море египет что да у него там был письмениц так надо египет предложение есть ты его не принимаешь то можно прям заканчивать и фантома давать победу и время интереса становится предложение меньше нет я обострался с одной вещью очень сильно обосрался я спокойно я потом скажу сейчас может быть счет не критично я не вижу я это тыкал у меня куча предложения от ботов от всего ты не отменил просто я ничего отменял я просто правой кнопкой нажал эти будут на тебе кинул предложение прими пожалуйста а ты принял подача что ты принял у кого есть мысли как мне добраться до грузины каким образом что через себя как мне на него ядерки кинуть причем тут ехать него ядерки надо бросать бам бамб и по идее должна долететь ядерка это может брюссель забрать из бюзаря точно будет долетать потому что мне даст брюссель забрать я тоже думаю что если я увижу какую-то активность брусселя то просто тоже туда накрою просто если я даю ему добраться до себя то я отдаю победу ему суши там ли на современный танк может может бандзу сжечь какую банду парад предложения мне кажется обычный ну это же не корпус не армия никаких бонусов нет она еще полечится на следующих на этом пока все продолжение запланировано на завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока